всем привет сегодня хочу поговорить о том как выбирать операционную систему а то очень много тут ходит всяких как говорится разногласий одни значит за windows другие за макинтош 3 там за линукс основной критерий при выборе операционной системы бесплатный платный что же у нас существует бесплатным относится линукс их очень много разных линуксов и поэтому у людей не с ведущих но просто голова идет кругом не знает какой выбрать линукс а на самом деле все очень и очень просто значит первое значит вот есть так называемый сайт distra watch.com он на английском языке ну казалось бы все значит на английском языке значит не сможете разобраться и так далее ничего подобного вот посмотрите-ка вот сюда значит на этом сайте есть главная страница и написано home page home дом page страница вот вам одно английское слово пробегаете ползунком вниз и вот вам рейтинг дистрибутивов линукса по популярности вот первую пятерку из них берете и выбираете я по себе могу сказать что самые надежные первой тройке линукс минт он производная от семейства ubuntu сама по себе ubuntu и debian и дальше значит опять таки вот есть графа основные дистрибутивы называется major большой основной дистрибьюшн дистрибутивы и здесь более или менее подробно значит рассказано о каждом из них вот так вот если вы просто-напросто теперь возьмете и нажмете на тот же вот допустим на линукс минт и опять таки вот здесь вот посмотрите видите линукс минт home page домашняя страница то есть вы или попадете сразу сюда или можете попасть сразу значит на загрузочный отдел откуда можно скачать вот и все то есть home page домашняя страница и download значит загрузка ну мир раз зеркала но словечко увидели загрузка вот пошли сюда и вот здесь уже на странице загрузки значит вы будете там себе выбирать там что вам то нравится значит вот есть сборки ценамона вот такие значит есть мэйд есть самые всякие но по опыту скажу что значит на старом железе вот эта сборочка отлично работает на нормальном и на новом железе ну ценамончик вообще великолепен практически источники значит у линуксов так называемые репозитарии они содержатся в образцовом порядке никакого там нет ни вирусов там не злокачественных там программ и так далее то есть в этом плане линукс отличается своей чистотой и никакой дряни там у него нет значит ну про винду значит говорить я не буду значит почему потому что значит она платный макинтош платные значит если вы значит хотите взять на нормальную систему значит пожалуйста значит винду можно по моему отдельно как операционную систему купить но значит если будете откуда-то качать то можете накачать такого что потом вверх не разобраться и вирусов нацеплять там и прочего и прочего и прочего макинтоши они довольно таки устойчивы ко всей этой дряни как говорится как бастионы ну и стоят они баснословно дорого значит но в принципе вот если значит не смотреть на платные даже или бесплатные то в принципе любая операционная система вот у нее набор программ которые обычно требуются пользователю веб-броузер побродить по интернету проверить почту skype значит поговорить с друзьями бесплатным по интернету с любой точкой как говорится мира у кого эта программа есть хоть с америка говорите часами там сутками хоть как посмотреть иногда нам видеоролики какие-нибудь качалки значит ну скачать там видеоролик видео плеера проигрывать или значит ну проиграть там какой-нибудь видик офис ну что стандартный вот я в офисе нахожусь в либре офисе в бесплатном на линуксе значит нахожусь программе значит электронных таблиц называется значит либре офис калькулятор есть также еще текстовый процессор по типу винворда причем либре офис он поддерживает все форматы микрософт офиса и плюс либре офис он работает как на линуксе так и на винде то есть если у вас вот набор ваших претензий вот такой вот небольшой возникает как говорится вопрос ну а зачем тогда вообще платить то естественно выбирайте linux как говорится качайте себе любой ставьте любой у меня под каждым из моих видеороликов значит дана ссылочка на на мой блог и на моем блоге практически всегда значит можете посмотреть или скачать готовые сборки у меня есть уже где все настроено просто взяли скачали поставили на флешку и прямо на флешке с них работаете то есть готовой операционной системы на флешке или же ставите себе на жесткий диск ну чего нет как говорится не винде значит на маке не проверял значит вот такого маленького чуда вот его поверьте как говорится сделали значит не на каждой линукса сделали только на семейство ubuntu то есть ubuntu linux mint значит вот здесь как говорится linux light но они все из одной ветки вот вот можете посмотреть как говорится она посмеялся назвал смертельные трюки мы которые вытворяет программа system bug ну-ка попробуйте ко мне винду настроенную вами вот создать с нее на и за образ минут за 10 хотя бы затем записать этот образ на флешку чтобы она была рабочая и затем чтобы с этой флешки вы смогли вот этот уже настроены вами винду или семерку или восьмерку снова записать на жесткий диск все ребята ку-ку вот посмотрите вот эти вот видеоролики что вытворяет программа system bug то есть настолько великолепная программа тут и рядом как говорится с ней ничего не стояло вот много наш брат как говорится крепок задним умом значит пытается отовсюду какую-то сборочку себе там винды скачать там семерочку восьмерочку при этом как говорится не всегда все получается да еще там мало чего нахватается вот вам значит источник как говорится номер один значит здесь надо конечно зарегистрироваться ну и ничего страшного по-русски все читать умеете вот я сейчас скопирую покрупнее и сюда постараюсь вот это дело вставить вот так вот называется значит вот этот веб сайт вот за долгие годы значит это было единственное место где как говорится мне всегда попадались хорошие сборки и хороший софт и причем обратите внимание допустим если я что-то искал я всегда вставил вставлял его вот в эту строку они вот сюда потому что тут уже будет идти поиск по сайту mail.ru а там такого тоже на смотрите все ее и мало того значит за все эти годы значит появилось два хороших автора вот один из них и его сборки значит находится вот здесь вот допустим у него есть хорошие сборки офиса семерки и восьмерки вот я недавно восьмерочку поставил мне она очень понравилась великолепно работает на двух языках рассчитанная на слабые оси и 64 битная пожалуйста и мало того если по любой его сборке допустим кликаете то там появляется значит такая штучка значит список по типу ссылок и там появляется такая штучка по типу ссылок и вот опять таки указан этот сайт ноунейм клубми вот оно и вот отсюда уже по торренту спокойно как говорится бесплатненько себе эту сборочку скачаете тут он пожалуйста на двух языках и в любых вариантах как профессиональная и с медиа центром и enterprise и вот нажмете торрент скачаете там и будет вам счастье и 2 такой же хороший автор и он тоже здесь частенько значит бывает значит это кролик значит репаки от кролика они тоже значит присутствует вот на этом сайте но здесь значит хочу вам так сказать их надо уметь искать что-то вы нашли копируете это название подробненько затем значит лежите значит вот сюда и в поиске значит уже вставляете вот то название допустим которое вы там искали вот сюда вот вставляете и ищите и тогда этого кролика найдете здесь и тоже бесплатно все будете качать а так иначе он будет отсылать вас на платное скажем так хранилище и оттуда вы там будете в час по чайной ложке качать в общем все это дело может вам очень не понравится а репаки но он делает хорошие и программу него тоже на прилично вот у него такое интересненькое название цвер . ws вот этих два автора это кролик а вот у этого автора у него значит вот такой вот монг рус значит название вот такое но автором отменной и сборки у него просто-напросто великолепные вот так вот он пишется видите да тут о нем сообщение что человек работает уже с этим сайтом 7 лет и 7 месяцев и ну короче он пользуется популярностью и здесь значит вот всегда читаете значит что там пишут как говорится какой с ним диалог так далее потому что так если на какую-то сборку наткнетесь то можете потом это самое расплеваться вот значит то есть тоже нужно знать источники как говорится откуда вам все это дело брать поэтому значит вот этот сайтик я вам рекомендую значит имейте его ввиду очень толковый хороший значит и вот еще раз прошу меня значит понять правильно значит если ваши интересы ограничивается где-то вот в этом диапазоне то вот вам этого линукса хватит и с его возможностями с его бесплатностью хорошая система если вы игроман или вы работаете профессиональный вам какие-то нужны профессиональные редакторы супер там навороченные для редактирования там изображений или видео то тогда пожалуйста значит господа берете кошелечек и покупаете винду со всеми вытекающими не хочу я там спорить с кем-то там винда там лучше ли линукс хуже я знаю на преимущество линукс чем лучше и мне это устраивает а теперь представьте себе что в принципе 90 95 процентов людей на всем земном шаре которые пользуются компьютером они вот именно вот только вот этими в этих услугах то только и нуждаются вот а заядлых игроманов или кто вот с этими делами работает их там несколько процентов но если это профессия ну так извини если профессионал плати за инструмент вот и все а все остальное значит линукс делает очень хорошо и причем такие вещи делают что вот я приводил пример что программа которая создает из-за образ настроенной системы там за 5 за 10 минут несколько минут вы записываете на флешку флешка у вас рабочие вы ее где угодно можете воткнуть с ней работать и с офисом и с интернетом и со всем чем угодно ты с нее же можете взять и записать ее же настроенную на любой раздел жесткого диска ну способна винда на это ку-ку а если способна то я уж не знаю там через какие там это самое танцы с бубнами поэтому значит вот всегда значит подходите в плане того что вам нужно то есть если вы скажем так обычный пользователь для которого достаточно на поползать по интернету проверить там свою почту поболтать нам по скайпу посмотреть там прямо через компьютер посмотреть там какой-нибудь там фильм на ютюбе или еще где-нибудь там дописать на документе какой-нибудь в офисе там или вот с электронными таблицами поработать ну тогда как говорится вот вам пожалуйста значит все для вас и причем бесплатно если как говорится хотите наворотов ну у господа тогда пожалуйста значит вот вам windows вам макинтош платите и как говорится имеете то есть вот юмор понятен а что он мне изначально не понравилось вот вы когда покупаете компьютер вам изначально вы же ничего не знаете первый раз а вам изначально уже продают компьютер на который установлена винда или тот же макинтош apple и все а человек а у него и выбора то нет практически а когда начинает человек там уже немножечко по интернету поползает услышу что вот линукс то бесплатный и что система то хорошая а в чем же тут дело а вот все том же в торговле макарится маркетинге в том что значит компания windows и компания макинтош они значит нацелены на извлечение прибыли естественно поэтому они за рынок дрались и дерутся очень серьезно вот и естественно ценой больших как говорится капиталовложений им удалось добиться того что у них значит очень много компьютеров во всем мире на них уже установлены windows а макинтош у них вообще как говорится операционную систему просто так не возьмешь и не поставишь она сразу идет с компьютером все а значит но если допустим вот по каким-то причинам все таки хотите попробовать пожалуйста можно даже скачать просто вот у меня какой-нибудь образ записанный записать его на флешке и даже не устанавливать его просто с флешки на нем работать флешка грузится там 45 секунд все интернет цепляет очень даже прилично программы работают быстро никаких там не вирусов ничего пожалуйста значит вот просто-напросто посмотрите все это дело на моем блоге значит под любым моим видеороликом сейчас идет я убираю все остальное вот если взять любое видео вот если взять любое мое видео то под любым моим видеороликом имеется вот ссылочка мой блог нажимаете на эту ссылочку оказываетесь у меня на блоге пожалуйста тут все разжеванное и по сборкам причем сразу указано допустим вот смотрите linux mint значит вот этот на нажали сюда по нему у меня сразу там целый ряд видеороликов выложен и сразу идете на тролик смотрите под ним дана ссылочка откуда значит можно скачать эту сборочку то есть даже настраивать не надо все же сделано настроен для вас просто посмотреть внимательно видеоролик скачайте себе этот изообраз и как говорится пользуйтесь им на здоровье единственное значит тут я всем рекомендую обязательно посмотрите программа system bug это ваш как говорится первый друг от всяких как говорится несчастных случаев и так далее то есть всегда с нее можно полностью восстановить настроенную вашу операционную систему со всеми вашими настройками вот таким вот образом поэтому говорить то что там а вот винда лучше а я сказал а я скажу ну а вот лимукс лучше ну и что мы будем на это самое спорить как говорится до второго происшествия да нет конечно вот если ваши требования как говорится укладывается вот в эту розовую как говорится полосочку ну практически тут прям прямая рекомендация вам пользоваться линуксом если же значит вот вам нужно допустим ну я не знаю каким-то цветом прокрасить ну давайте вот такие вот сделаем вот если вам это зеленочка вам нужно ну пожалуйста покупайте и пользуйтесь платными системами и как говорится больше и не надо как говорится на песен боевых то есть человек должен иметь право выбора к сожалению в магазине нам его не дают почему да потому что на 90 99 процентов людей перед тем как брать компьютер они даже в этом деле не разбираются ну или спросит у того у кого стоит допустим тоже винда он скажет но у меня винда и ты бери винду чё там тебе голову это сама ломать вот только потом когда какое-то время проходит человек там там прочитал что-то про линукс там виде посмотрел там видеоролик увидел вот и елки-палки да ничего работает нормально шустро и бесплатные и вирусника не боится и обновление хорошее то есть я не хочу тут все эти плюсы значит линукса расписывать они значит как говорится понятны видны тоже значит если плюсы значит особенно в плане как говорится вот наволоченных там программ высоко профессиональных значит игроманам значит тут тоже полное раздолье покупайте себе видеоигры там эти дивиди там играйте как говорится да ради бога никто же никого силком никуда не тащит просто у человека четко должно сидеть вот в голове что у вас выбор есть вы выбираете и вы можете выбрать но все остальное как говорится вот пожалуйста значит посмотрите на трубе разные ролики по линуксу по виндоусу можете меня значит на блоге посмотреть их тоже составьте свое мнение скачайте себе какую-нибудь допустим там видеоролик ой это какую-нибудь операционную систему сначала потренируйтесь на виртуальной коробочке как там она грузится как настраивается если у вас это вам понравится но тогда этот изообраз можно уже записать на флешку посмотреть как на флешке работает если все устроит но тогда с флешки уже можно и записать там на раздел жесткого диска есть у меня парочка хороших уроков потому значит как настраивать загрузчики для операционных систем и вот здесь значит уже никогда как говорится не пролетите почему потому что тут я при помощи этих загрузчиков и по 5 и по 7 операционных систем себе вставлял и нормально все это работает то есть посмотрите внимательно тут основные как говорится разделы посвященные значит линуксу у меня есть есть некоторые программки для для винды вот но в основном я увлекаюсь линуксами они мне нравятся поэтому процентов 80 90 я конечно тут рассказываю о линуксах хорошая операционная система бесплатная устойчивая поэтому значит для людей с потребностями как говорится с розовыми потребностями пожалуйста могу только порекомендовать окончательный выбор за вами ну а для как говорится людей у которых скажем так и денег много и у которых значит потребности находится находится как говорится в зеленой зоне ну ради бога пожалуйста то есть понимаете все же определяет в конце концов ваши потребности у меня к сожалению значит 90 процентов 95 у меня потребностей моих удовлетворяется удовлетворяет линукс и есть только парочка на специальных их таких таких и бетинговых программ которые вот под линукс к сожалению не заточены и мне поэтому приходится держать у себя на жестком диске винду а куда денешься никуда не денешься вот покажу сейчас разделы своего жесткого диска вот смотрите вот у меня значит стоит восьмерочка 100 гигабайт и занят только 24 вот стоит linux mint английский цена мончик тоже раздел 100 гигабайт используется только 18 вот сколько свободно нравится мне еще сборочка легкая x face минтовская тоже великолепная штучка у него там с панелями чудеса там что можно вытворять и плюс значит два раздел у меня значит выделены подопыты с линуксами практически пустые и кладовочка еще на пол терабайта причем сделано она в нтфс формате то есть ее и linux видит и и windows видит то есть у меня доступно эту кладовочку как говорится оттуда и оттуда будет и есть вот таким вот образом ну я пришел к тому что я даже как-то никогда особенно и не запариваясь что вот там ай да так ну что такое ну linux это же ух или windows это ах а это лучше это хуже да ничего подобного все зависит от того что вам нужно если вам что-то нужно вот конкретное и она только есть или на винде или на макинтоши ну берите работайте не господи два же никто не лишает выбора у меня всегда вот всегда бесила ситуация с тем что вот ну вот в любом магазине все никто тебя не спрашивает человек когда машину выбирает он идет смотрит там что ему взять там или волгу там или акул или лендровер или лексус он выбирает он имеет право а здесь ему просто впаривают как говорится не глядя и все и диване ешь как говорится опилки и начальник из опилки нельзя же так а человек должен иметь право выбора ну ладно значит поэтому значит вот просто поймите меня что лично я да я бы вообще рекомендовал бы как говорится на компьютере на каждом иметь там по две по три операционной системы все и пусть человек поработает полгодика там годик и посмотрит что ему больше нравится и пусть он пользуется а в случае не штатной ситуации допустим полетела винда перезагрузился пожалуйста зашел в тот же линукс в линуксе делаешь свою работу вот таким вот макаром то есть ну надежность повышается ну ладно желаю всем как говорится удачи всяческих успехов и до новых встреч удачи